Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поймали Василису на фотоаппарат. Получились красивые снимки. Ну, конечно, она не очень участвовала в фотосессии, приходилось ловить. И она держала мобилку, как вы видите на фотографии, и ей было очень весело смотреть мультики. Но мы сыграем, как будто бы она ловит бабочку в полете, потому что лапки у нее как раз именно так выстроены. Ну, собственно, так и рождаются идеи. Девочка ловит бабочку. Вот. И, ну, собственно, самое трудное, конечно, это с детьми работать и подлавливать их. А уж тем более, конечно, речь не идет о том, чтобы работать с натурой. Вот. Ну, хорошо, есть хорошие фотографии. Итак, я беру большую кисть на сей раз. У меня разбавитель. Немного белил, синенький, розовенький. Поскольку задник у меня темен, тени, а теневая, солнечный день, синих, сиреневит. То я набираю крупным таким захватом, вы видите, я взял строительную кисть, чтобы это было быстро. Тенистое проявление природы. В данном случае и в траве сиреневые мигают, поскольку тень синих и сиреневит. И свет, в данном случае, как вы знаете, в пленере, оранжевит. Поэтому здесь у меня сининка будет набрана. Теперь это вимка. А на свет возьму английскую красную в разбиле. И такой оранжеватый. Можно с охрой чуть-чуть. Оранжеватый оттенок света наберу. Той же кистью, вы видите, я не стал менять кисть, чтобы чисто заложить. Потому что чистый цвет, собственно, и не нужен. Оранжеватый оттенок света. Найдем приблизительное пятно ребенка в картине. На фотографии, вы видите, ребеночек смещен влево. Но поскольку перед ней будет бабочка, и она мчится сюда, то, естественно, сместить ее разумнее в правую часть картины. Тонально платье в тени практически равно цвету освещенной травы. То есть практически равно свету. То есть в данном случае это, конечно, некое усложнение. Кельце розовит. Вот она головочка. Головочка крупная, поскольку это младенчик. Ручечка находится, вот этот сгиб находится посередине формата. Фотография дает возможность откатрировать это. Вторая ручечка. Ножечки. Как бы по траектории. Вы видите, рисунок достаточно приблизительный. И снова тенечка, которая падает на траву от младенчика. Контражерный свет. Сразу создаст, ну понятно, что требуется видение рисунка. Но опять же напоминаю, что вы можете пользоваться техническими удобствами, которые предоставляет сегодня фотография и проекторы разного рода. И выручать таким образом свое еще несовершенное рисование. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Светлые партии любят густую краску, поэтому их я набираю густо, мазково. Продолжение следует... Стоит запомнить эту мысль, что светлые партии любят густую краску. Продолжение следует... 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 Тенистый цвет... Тенистый цвет... Прозрачность... Краснит-оранжевит... Оба цвета, мигая, создают эффект присутствия тельца от плотин. Продолжение следует... 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 Поэтому ручка будет бережна. Возможно, нам придется сделать фотографии именно ручки в этом положении, в этом освещении, чтобы дописать картину с уточнениями. Ну а та лапка вполне устраивает, идеально звучит и действует. У ребенка часто содержание личика у младенца, у младенца все содержание личика скомканно, у взрослого человека черты начинают расползаться. Огромная головочка у младенчика и собранные в кучку черты лица приятного цвета губочки. Обычно носик чуть краснит. Создаем смайлик лица. Многие очень боятся лица. Но во многих случаях в живописи, я думаю, вы не раз это встречали, особенно у импрессионистов, портрет заканчивается всего лишь смайликом лица. То есть не выписанностью, а буквально обозначенностью черт. Желтенький рефлексик на подбородочке от платьицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Смотрите, на спинку ушел светик, потому что она освещена с той стороны. А.КУМЕР Ну вот уже немножко щечечно округлилась мордочка Субтитры сделал DimaTorzok На фотографии глазки закрыты Поскольку практически смотрят на экран мобилки А мы чуть-чуть приоткроем Для того, чтобы Василиса смотрела на бабочку Бровочки едва различимы на юном личке Вот такое Вы видите, носик едва обозначен сизоватым светом Розово-сизоватым Субтитры сделал DimaTorzok Иногда приходится щупать Щупать рисунок Потому что черты настолько неуловимы Настолько призрачны Но щупанием Можно добиться Ну вот я туда толкнул Сюда толкнул Потолкал-потолкал Чертежек И немножко уже сформировалась ясность Ушечка обычно преувеличенно краснит Живопись любит преувеличенную красноту ушек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять же Если бы это был белый холст Набор пятна головы Был бы затруднителен Поскольку Мы бы не видели это в контексте фонового пятна Поскольку сзади теневая А значит синий сиреневит То естественно Голове очень удобно расположиться На таком фоне Ну и вот Постепенно Что-то прорисовывается Сильный рефлекс От освещенной части платья С той стороны На Ручечку Вот в этом месте И смотрите Он становится как персичек Прозрачный Субтитры сделал DimaTorzok Еще немножко Уделю внимание Платьицу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножечком Естественно Набрав первые Проявления рисунка Стоит отойти И внимательно Всмотреться В пропорции Опять же Если вы пользуетесь Техническими средствами Для набора рисунка То вы гарантированы На точность силуэта И движение фигуры Снова берусь за Большую кисть Для того чтобы набрать Зелень Добавлю немного красок Разноцветится Красок На палитру Траву наберем Тоже крупными Замесами Почти Раскрашивательно И краснинку В зелень Добавляем И желтинку Я взял Изумрудную И добавляю К ней То коричневинку То краснинку Тоже Желтинку Набираю Теневую часть зелени Вот эти вот полосы Света И тени Создадут уход Туда Вглубь пространства Эта Т Начина Нобравлю Немного Олив Polit Казалось бы, мы синий цвет закрасили, вот этот синий сиреневый цвет закрасили. Но тем не менее, он даже помигивая, подмешиваясь и помигивая в этой траве, усиливает впечатление о теневом, о своем теневом происхождении. Субтитры создавал DimaTorzok Больше белил, охры и делаем цветовую. Желтенький. Вы видите, вот такие чирки крупной кистью достаточно убедительно создают эффект травы. Субтитры создавал DimaTorzok Наращиваем густоту слоя. Как бы послойная работа идет. Первый слой заслонен сейчас, заслонен будет более густым, следующим. Как, собственно, в траве и происходит. Ближе к Василисе я кладу больше солнечности, оранжевости зелени. Чтобы она буквально в своем желто-абрикозовом платье почти терялась, растаивала в пространстве. Кисть, вы видите, лежит к холсту и создает такие волосявые чирки. Продолжение следуетует... Продолжение следует... Розовый, подмешавшись к зеленому, дает эффект пожухлости травы. Все-таки, когда солнце активное, трава потихонечку начинает и жухнуть тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Не только с веществом краски, но и просто процарапывая, можно добывать эффекты травяные полосочки. Вот пустая кисть, а тем не менее создала выгодные полосочки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Несколько создам Третий план То есть передний Освещенный, второй в тени Третий как бы за холмом За травяным холмиком Для утемнения я беру Ультрамарин Беру Коричневый Вы видите характер прикосновений То есть как будто не отпуская даже руки От холста Рождаются Такой ворох Естественных Крючковатых даже Линий Можно это же продолжить И более тоненькой Кистью И какие-то лиственные Травы Показать Показать Где-то здесь будет лететь Бабочка Тогда это успокоим Чтобы ее ничто Не заслоняло Ну чтобы она хорошо Была различима Бабочку конечно надо взять В интернете Подсмотреть Подсмотреть Часто они бывают С какими-то глазками С тельцами С тельцами И будучи освещенной Пронзенной светом Конечно она Очень светлое пятно В картине Вместе с мудинчиком Демонстан Играет Травы Взрыв Эк Мне Продолжение следует... Нарядная розовая лента создает вот такую змейку окружности платья. Продолжение следует... 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 на ножках нюансы уже тона цвета рассказывающие о складочках и и прозрачности платьице темные щелистые места стараемся делать с некоторой краснинкой и и и и и и и и Даже на фотографии хорошо различимы голубоватые оттенки платья. Очень много узорчика, который можно слегка пообозначать. Но, видите, я сначала все-таки порешал вопросы цвета платья, и только теперь чуть-чуть подкладываю узорчик. Субтитры создавал DimaTorzok Это то, что часто художники говорят своим подопечным, своим ученикам, что натура подскажет. Здесь действительно так много сбылось в плане художественности снимка, что остается буквально срисовать фотографию. Смотрите, поскольку здесь теневая, тельце сиреневит. Это рефлексы неба на тело. Прямо сиреневый цвет. А здесь свет пробивается сквозь. Вот это место и освещает плечико. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тоже сочетание сиреневых. Сиреневых. Оранжеватых. Рефлексов. И даже зеленоватых по низу головочки, по подбородку. Это от травы сильный зеленый рефлекс. Здесь оранжевый цвет. Не напрасен. Так же как и здесь. Из-под контражурного света Вы видите оранжевит. Оранжевят волосы, хотя сам свет здесь. Но оранжевят они уходя в теневую. Поэтому туда и туда оранжевость и сюда уместно. Волосы, в том числе, подвержены сиреневизне. То есть там, где редковолосая голова куколки просвечивает. Там сиреневизна цвета. Вот. Такая хорошенькая. Все время пользуюсь тряпкой. После каждого прикосновения протираю. Протираю кисть. Протираю кисть. Протираю кисть. Сиреневизна. Протираю кисть. Протираю кисть. Протираю кисть. Многие из вас для того, чтобы писать волосы, берут тонкую кисть. Не стоит брать слишком тонких кистей для этой задачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много, конечно, нежных оттенков в личике. Живопись чуть-чуть преувеличивает эти оттенки. И вот из серии преувеличений будет состоять... ...будет состоять цвет личика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зеленые рефлексы Пробивающееся солнце И пальчики руки, как красные ягодки, просвечивают. Вообще детские, младенческие пальчики обычно краснят. Даже не только на солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что вот эта линия мнится темно-сиреневой, Я ей придаю легкую красненьку. Я ей придаю легкую красненьку, поскольку щели тела любят красноту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но можно решиться и на увеличение. На камеру я уже не буду увеличивать, но так все-таки увеличу. Ну и тем более, чтобы перечень черт такой нехитрый, чуть-чуть раздвинуть, раздвинуть само личико и увеличится головка. Ну, посмотрим, может быть, мы еще сделаем вторую часть, но пока вот так. Я думаю, особенно женщинам понравится идея подобных портретов. И вы какие-то ключики получили. До встречи!